Артём Сдунов поздравил всех работников и ветеранов авиакосмической отрасли с государственным праздником и добавил, что приятно пообщаться с теми, кто сделал свои первые шаги в освоении космоса. И важно, что используются возможности, которые даёт Федеральный центр «Роскосмос» и Фонд содействия инновациям. А также поблагодарил ребят за участие в конкурсе «Победу» и желание развиваться дальше. Глава Мордовии подчеркнул, в регионе стараются поощрять интерес космосу у молодого поколения. Над этим работают в школах и вузах, в кванториумах, в том числе помнят и гордятся достижениями нашего именитого земляка Владимира Дежурова, который провёл в космических полётах более 244 суток. Семь раз выходил в открытый космос. Герой России рассказал о своём пути космосу и пожелал ребятам продолжить его эстафету. Что касается Международной космической станции, то хотелось бы сказать, даже сакцентировать на этом, наверное, вопрос. То есть она изначально проектировалась так, что всё управление идёт через наш русский сегмент. Мы, допустим, в любой момент можем отстыковаться от Международной космической станции и продолжать полёт, управляемый полёт. Как говорится, все наши партнёры, они, конечно, от нас сильно зависимы, они без нас полететь не могут и существовать не могут. Владимир Дежуров пожелал юным испытателям не останавливаться на достигнутом. Презентуя научно-образовательный проект малого космического аппарата «Рузаевка-390», руководитель проекта, сотрудник Центра дополнительного образования детей ЮИТР Рузаевки, Дмитрий Пашков рассказал об этапах создания космической конструкции, принципах её функционирования и перспективах. После успешного выполнения испытательной миссии было принято решение разработать и собрать силами школьников и студентов Мордовии настоящий космический аппарат и запустить его на орбиту Земли. Сейчас этот проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Дежурные по планете». В 2022 году планируется провести все подготовительные мероприятия. Создать Центр управления полётами, изготовить все необходимые модули малого космического аппарата. А в 2023 году провести запуск аппарата «Рузаевка-390» в космос. В ходе беседы Артём Сдунов предложил создать на базе Республиканского лицея опорный исследовательский центр, который бы действовал при поддержке Роскосмоса. Давайте посмотрим, на базе лицея тоже опорный пункт сделаем. Одно из Олимпиад или одного из движений, ладно, с Роскосмосом. Давайте сделаем, чтобы сюда приезжали. Очень хорошо, что ездят и общаются. Это шикарно. Но такую базу сделать в Мордовии, с учётом того, что у нас просто здесь очень много желающих. Те, кто воплощают свою фантазию в реальность. Понимаете, поэтому предлагаю этим заняться. Также собравшиеся обсудили дальнейшее взаимодействие с Фондом содействия инновациям по поддержке проекта мордовских учёных. Глава Мордовии вручил благодарственное письмо руководителю проекта Дмитрию Пашкову. В завершении встречи Артём Сдунов пожелал ребятам успехов и заверил, что республика поддержит их в исследованиях. Валерия Новикова, Народные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова